Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. И наш сердце становится так счастливым. О, что вы считаете? Когда ваше сердце возрадуется и наполнится любовью, что это означает? Когда вы слушаете прославление святых имен, Харе Кришна Махамантру, из лотосных уст, Утамадхикари преданного, Махапхагава Твайшнава, Но тот, кто не развил привязанности к святому имени, Пожалуйста, отдавайте им про нам издалека. Если вы будете общаться с теми, у кого нет почтения к святому имени, Иногда преданный повторяет один, два, три круга в день, А иногда оставляет малу, в прохладном месте, на долгое время. Вы не должны общаться с ними, а иначе они сделают вас очень слабыми. И даже более того, уведут в другую линию. Будьте очень осторожны. Преданный Который повторяет святые имена, Вы должны оказать ему почтение. Но тот, кто постоянно воспевает святые имена, находясь в трансцендентном процессе под руководством нашей Гуру Парампары, Вы должны оказать особое расположение. А тот преданный, который не развил уважение к нашей Гуру Парампаре, Вы должны объявить им бойкот до конца своей жизни. То, к чему Ваш духовный учитель относится с Большей любовью и уважением, Вы должны обратить на это внимание. Это является Картабия, обязанностью истинного ученика. Вы должны следовать этому процессу. Далее, в Ши Санатана Шикши поясняется, что Каништха Атхикарии Преданной постепенно придет в категорию Матхям Атхикарии Преданного, а затем достигнет возвышенного уровня Утам Атхикарии Преданного, обретет Рати, что означает Пхава. И тогда трансцендентные видения начнут проявляться в сердце, и когда преданный оставит этот мир, вознесется во Вриндаван. Какой? Прокат Вриндаван, материального мира, и родиться из луна Браджаготы, и лишь только тогда он достигнет истинную прему. В этом заключается трансцендентный процесс обретения Кришна премы. Шичитане Махапрабху даровал особенный инструмент в сердце Ши Санатана Нагасвами и сказал, ты должен очень бережно хранить его в своем сердце, и тогда придет результат. Ты обретешь качество истинного, ващнава. Затем, Шичитане Махапрабху, процитировал Тушлоку и Шимат Бхагаватам. Почти всеми качествами, которыми обладает Кришна, но не в полной мере, 50 качеств, которые являются достояниями чистого преданного. Шилагурде перечисляет качества истинного, ващнава. А сейчас ты должна прочитать, о чем написал Ши Шимат Бхакти Виданта с вами Мухарадж в комментарии к этому стиху. 78 по 80 стих Преданы всегда очень милостливые, смиренные, правдивые, равные ко всем, великодушные, очень чистоплотные, надежные. Они, занимая материального положения, совершают благотворительность для всех. Миролюбивые, преданные Господу, не имеющие материальных желаний, не зависят от материального положения, настойчивы в выполнении преданного служения, повелевают шестью побуждениями, такими как вожделение, жадность, гнев и так далее. Принимают пищу в ограниченном количестве лишь только для того, чтобы поддержать свою жизнь. Величественные, уложительные, сострадательные, непреклонные, не имеющие ложного эго, дружелюбные, серьезные, искусные, спокойные. Вы должны проверить себя. Вначале вы должны обрести духовную реализацию, и тогда автоматически вы обретете всех хорошее качество. Но если вы не имеете духовной реализации, вы не в состоянии судить других. Если вы не обладаете достаточными знаниями, не выполняете духовных правил и приписаний, на примере, в государственном суде судья не обладает знаниями, не знает о своих обязанностях, как он может осудить виновного. если вы кого-то осуждаете, но не обладаете качествами байшнава, тот преданный, в сердце которого живет лицемерие, двуличие, желание контролировать, постоянно находиться в политике, критиковать, повелевать с помощью денег, лидерства, силы, высокого положения. Байшнав ничего не имеет с этим общего, его сердце переполнено любовью и божественным влечением, служением Господу, которое привлекает всех окружающих его людей. Из всех этих перечисленных качеств Кришна Эка Шаранам является самым важным качеством обретения Шаранагати, безусловное предание лотосным стопам Господа. Об этом повествуется в Шримад Багаватам. Но мы не придаем очень большого значения ранее перечисленным качествам. мы уделяем большее внимание то, о чем объяснил Ширупа Гослами, объяснил в этом стихе, где он перечисляет девять качеств, которые принадлежат преданным на уровне Мадхьяма и Утама Адхикари преданности. Вы знаете значение этого стиха. Эти качества намного возвышеннее. Шанти предан и всегда умиротворен в самом себе. Не теряет ни малейшего мгновения в своей жизни. Постоянно использует каждую секунду своей бесценной жизни в служении Господу. Как Шарупа Госвами, наши шестеро Госвами, Вирактир, не привязанность ни к чему в этом мире, исключая лишь только служение Кришне. Но как же преданный может поддерживать свою семью, зарабатывать деньги, обрести высокое положение в обществе? Вы должны выбрать, что из вас важнее и чему вы должны следовать? У вас нет двух тел и двух умов, чтобы одновременно заниматься материальной деятельностью и духовной практикой. Вы должны следовать наставлению этого стиха. Далее, маньяшуэта, полная непривязанность к чувственным наслаждениям. На самом деле, это трудно практиковать, очень сложно оставить. и также обрести квалификацию правильным образом оказывать уважение и почтение Ваишнавам в зависимости от их уровня преданности. Ашабанда, очень сильная надежда. Я обязательно достигну Кришну прему в этой жизни. Может быть, это произойдет не сейчас, но моей целью в духовной практике является достижение Кришна премы сделать или умереть. Кришна безгранично милостлив. Он раздает свою милость повсюду. Подобно охлаждающему дождю, обязательно капелька этой милости прольется и на меня. Самотканта, несравненная настойчивость. Когда же этот день настанет? Когда же этот час придет? Когда же я обрету Кришна прему? На примере одного очень простодушного и искреннего брамана, который сидел под тамариновым деревом. Вы знаете, это дерево, листья которого очень маленькие, и их вещественное количество. Браман сидел под деревом, и однажды он увидел Нарадариши, который проходил мимо него. Браман предложил ему свои шашандават пранамы и спросил о Нарадариши, куда вы отправляетесь, на Вайконху? Да. Пожалуйста, послушайте меня. У меня очень большая просьба. Когда вы обретете божественный Дашан Шина Райна, пожалуйста, спросите его. Я совершаю саданабаджан для удовлетворения моего Господа и единственное желание моего сердца обрести его божественный Даршан. Сколько дней, лет или же жизни мне потребуется, чтобы обрести его прекрасный Даршан? Шинара Тариши пообещал. Отправился на Вайконху. Через несколько дней вернулся, желая проведать этого брамана. По какой причине? Он спросил Шина Райна, и Господь ответил, я явлю свой Даршан этому браману, но это произойдет не скоро, в течение очень длительного времени. Это можно сравнить с листьями тамаринового дерева. Сколько их находится на дереве? Миллионы. Когда этот браман родится, обретет столько же жизней, сколько листьев на этом тамариновом дереве, тогда я обязательно приду и явлюсь его взору. Когда Нарадариши встретился с браманом, был очень опечален. Браман настойчиво просил его, взял его лотосные стопы и крепко обнял. Нарадариши сказал, я принес печальную весть. Господь Нарайана ответил, это возьмет столько жизни, сколько листьев на этом тамариновом дереве. Услышав эти слова, Браман начал танцевать в экстатическом состоянии любви. Слезы градом начали катиться из его глаз. Он был настолько переполнен счастьем. Воспевая святые имена Шина Райана, Браман танцевал. И тотчас же господь Шина Райана явился взору этого Брамана и даровал ему божественный даршан. Нарадариши находился перед дилеммой. Что же делать? Как же это произошло? Господь Шина Райана лично сказал мне противоположное. И сейчас я чувствую себя виноватым перед этим Браманом. Он спросил, «О мой Господь, как это случилось?» «Ты сказал, что явишь Браману свой даршан через длительное время. Сколько листьев на этом дереве?» Шина Райана ответил, «Я сказал об этом обычному преданному, который следует трансценентному процессу. Но когда я увидел, что этот Браман в большой надежде с любовью танцует и повторяет мои святые имена в состоянии экстатической любви, я не мог оставаться на месте. Самут Канта это ни с чем не сравнимое желание. О Радха, О Кришна, О Шичитане Махапрабу, Нитинадо Прабу, Ты являешься обителью милостей Шичитане Махапрабу. Пожалуйста, даруй мне беспричинную милость. О Ширу Паши Санатана Госвами, Ширагуна Дхадас Госвами, будьте милостливы ко мне. Тот, кто обладает Самуткантой, очень сильной настойчивостью, Кришна очень близко находится от такого преданного. Намагана Садару Чи. Постоянное воспевание Святого Имени с большим трансцендентным вкусом. А тот, кто находится в безумии Прямой, не в состоянии воспевать Святые Имена, что же ему делать? Иногда преданный может воспевать Святые Имена очень громко с помощью малы, а иногда очень тихо. А иногда преданный может полностью погружаться мысленно в повторение Святых Имен. А иногда безмалый как Шичитане Махапрабху танцевал перед колесницей Господа Шичаганадева. Намагана Садару Чи. Неутомимое желание слушать о повествовании о них, о качествах, прекрасном имени и сладчайших деяниях Кришны. Преданный в экстатическом состоянии любви называют и молятся О Радха О Кришна где вы? Шичитане Махапрабху горько плачет и взывает О когда же этот день настанет? Когда же я буду воспевать святые имена со слезами на глазах? И сердце мой будет таять, а волосы на моем теле поднимутся. Когда же этот день придет? О Кришна ты настолько милостлив. преданный пометует о безграничной милости Кришны. Когда Путана пришла чтобы убить Кришну, что же Кришна совершил? Кришна взял ее жизнь, очистил ее душу, придал в душе особый аромат и сладость и послал наголоку, даровал Путане положение матери. И лишь только глупая личность, которая может оставить служение Господу и будет поклоняться кому-то другому. А тот, кто не служит Господу, не пометует о нем, не воспевает его святые имена, является самоубийцей собственной души. Я хотел вам о многом рассказать, но, к сожалению, времени недостаточно, скоро драма. Пожалуйста, простите меня, если я сказал кому-то резкие слова, уколол чем-то. Я не желал этого. Я лишь только хотел прославить непревзойденную славу и трансцендентное положение вашего Шилы Прабхупада. Если вы желаете обрести вечное счастье, всегда находитесь в нашей Бурупарампаре. Никогда не отклоняйтесь. С вами Джин написал комментарии. Шри Санатана Шикши настолько квалифицированно. Никогда ничего не придумывайте, а иначе вы будете обмануты и будете других обманывать. Это очень просто. Внешне и внутренне будьте одинаковыми. Далее на 90-й странице 27-й стих. Кто написал комментарии? Не теряйте что он вишну паат, а что тарашат, а бак тивиданто Госвами Махарадж. А кто написал в Шри Санатана Шикшу? В Шри Кришнадас Кавираджа Госвами. А кто рассказывает? В Шри Читане Махапрабу. А кто слушает? В Шри Санатана Госвами. Без всякой нерешительности каждый должен принять обрести несравненное предание лотосным стопам духовного учителя с большой любовью, что означает четыре варна и четыре социальных уклада. Брамачари, Грихаска, Ванапраска и Саньяс. Первое Брамачари, затем Грихаска Ашрам, Ванапраска и Саньяс. Вы должны оставить четыре духовных ашрама. Что же остается? Четыре социальных уклада. Браманы, Кшатрии, Вайши, Шудры. Вы должны отказаться от них. Тогда что же остается? Даса, 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 Ану, Дас. Даса, 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 Даса. А указывается на гопе. Даса, Даса, Ану, Дас. Даса, Даса, Ану, Дас. Вы должны обрести реализацию того, что является вашим конституционным положением, вашей вечной формой. и что является конечным достижением Кришны Прямы, находясь в саду Сангия. Ширупа Госвами объясняет, в восьмом стихе Упады Шамриты, который является сутью всех наставлений Ширупы Госвами, Танамарупа Чиритади Сукиртанамо, суть наставлений Ширупы Госвами, восьмое шлок Упады Шамриты, каждый должен прославлять прекрасные имена, качества и деяния Кришны, находясь во врядовании. Под руководством освобожденных спутников Господа совершать преданное служение. О чем он сказал, ты можешь повторить? Каждый должен заниматься преданным служением под руководством Духовного Учителя. А ты можешь добавить? Всего, всегда находясь во врядовании. Если это физически невозможно, тогда всегда, с помощью ума, пребывайте во врядовании. Повторяйте святые имена Харикришна Махамантра и пометуйте значение каждого слова Махамантры. Что означает Харье? Это сама Ши Матерь Адхарани, которая похищает, привлекает ум и сердце Кришны своими прекрасными качествами, контролирует Кришну волшебным образом. Каждая буква составляющих слов Махамантры имеет определенное значение, связанное с божественными деяниями Радхи и Кришны. Воспевая святые имена с помощью языка, находясь под руководством Расика, Татвагья, Вайшнава, вы обретете квалификацию постоянно воспевать святые имена. Находясь в очень зависимом положении от милости Духовного Учителя под руководством нашей Гуру Парампары, вы можете забыть обо всем, даже где вы находитесь, ваших родителей, отца и мать, братьев, сестер, жену, мужа, и в таком настроении совершать баджан. Что является сутью всех наставлений Широпа Госвами. А если вы не в состоянии, начинайте с самого начала, с первых стихов Упадашамриты. Преданные цитируют шлоки с Упадашамриты Широпа Госвами. Большое спасибо, Дарья. Я очень счастлив. Продолжайте. Очень хорошо. Продолжайте. Я желаю слушать. Большое спасибо. Даже если вы не развили трансцендентного вкуса, продолжайте. Не останавливайтесь. Продолжайте. И тогда вы реализуете, что такое бхакти. Я хотел бы повторить. Хотел извиниться. Если я кого-то обидел, пожалуйста, простите меня. Всегда следуйте вашему Прабхупаде, находясь в линии нашей Буру Парампара. Не упоминайте моего имени, а иначе вы все потеряете, что имеете. Спасибо за то, что вы пришли на фестиваль. Мои дорогие друзья.